всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на канале три ролика конкретно посвященных майонезу майонезу и оле оле и целая куча роликов которых я готовлю этот оле оле или готовлю соус на основе сырого яйца и под каждым таким роликом и в личку мне писали люди спрашивают они опасно ли есть соус с сырым яйцом ведь сальмонеллез не дремлет если вы возьмете сырое яйцо и помойте его вы риск поражение сальмонеллой снизите но снизите его не на сто процентов однако если вы думаете что когда вы едите яичницу глазунью и это не сырое яйцо вы заблуждаетесь яичница глазунья недостаточную тепловую обработку проходит чтобы сальмонелла погибла поэтому если у вас есть фобии насчет сальмонеллеза то сегодняшний рецепт именно для вас потому что здесь будет такая тепловая обработка яиц что никакая сальмонелла не выживет итак переходим к рецепту когда я был маленький я ненавидел супы а родители меня старательно ими пичкали я думал что вот вырасту стану большим и ни за что не буду больше есть этих супов и что вы думаете вырос и теперь суп и просто обожаю нет конечно не все но щи и сквашины капусты с грибами всевозможные виды борщей рассольники солянки уху ту же самую да и в принципе рыбные супы это просто какая-то фантастика наливают резкую только в путь и естественно большим интересом отношусь к новым рецептам примерно полгода назад мне на глаза попался такой необычный грибной ссылку на него дам в описании ролика я прочитал и подумал надо пробовать но потом как навалились дела и я про это дело забыл начатое только он вчера увидев запись ежедневники вспомнил думаю вот сейчас то приготовлю тем более у нас и погода ну под стать стало что тут холодно сыра и я думаю что горячий ароматный наваристый супец отлично скрасит пасмурность этого денька как указал автор для этого рецепта подойдут например свежие опята свежие белые грибы и сухие я решил использовать как раз таки сухие белые и их надо предварительно замочить поэтому ретроспектива первое завтра собираюсь приготовить супчик поэтому сейчас взял стакан сухих грибов высыпаю его в чашечку и заливаю водой теоретически им хватит уже четырех часов замачивания потом часика отваривания чтобы время не терять я сегодня это сделаю ночью они постоят у меня в холодильнике простояла чашка с грибами в холодильнике всю ночь и час назад ретроспектива вторая грибы вымочены стали мягкими что их надо сейчас отварить чтобы не возиться потом позже сразу их нарежу кусочками удобными для поедания но важный момент мельчить совсем уж не стоит кусочки должны быть такие четко виден и это вполне нормальный размер возвращая их в ту же самую кастрюлю в ту же самую воду в которых вымачивались чтобы не терять капли этого аромата доливаю воды и отправляю вариться на час и сразу же надо отварить яйца чтобы потом время не терять и вот теперь я наконец-таки готов приступать к приготовлению этого супца для него мне понадобится промытое пшено на луковица картошка кстати можно не добавлять сливочное масло которое можно заменить на подсолнечным ароматным куриные яйца их уже почистил и стакан уже отварен грибов масло уже можно отправить на сковороду а пока она топится нарубить яйца довольно крупными кусочками мельчить не надо вообще говоря стандартный такой прием размер кусочков продуктов в блюде должен примерно соответствовать друг другу так оно получше будет масло растопилось отправляю сюда яйца и отваренные грибы их конечно надо бросить на дуршлаг и уже затем отправлять на сковороду вот так и размешать только бульон в котором варились грибы не вздумайте выливать этот ценнейший концентрат в нем все вкус и ароматы смешались грибные яйца и грибы надо именно обжаривать помешивая как следует обжаривать и не просто прогревать или томить необходимо получить именно поджаренные бачка кстати посолить сейчас можно и пока этот процесс идет самое время нарезать картошки размер опять же сочетающийся с размером кусочков яиц и грибов и не забывайте помешивать нам же нужны подрумянившиеся кусочки они сгоревшие ну что начинаем непосредственно варку похлебки так в кастрюлю сливая обратно грибной отвар и доливаю воду так чтобы общий объем составил два два с половиной литра сразу сюда отправляется картошка пшено и лук лук ни в коем случае не резать оставить его целиком надо дождаться закипания кстати противники картошки могут ее не класть тогда количество пшена нужно будет выречь двое грибы меж тем уже поджарились смотрите какая красота огонь можно выключить я собственно и купился в этом рецепте именно на нестандартную но по крайней мере для меня технику приготовления то есть сначала отвариваются яйца и грибы потом еще и обжариваются о закипело все со временем добавляется держим из сковороды да так вот я думаю что вот такая необычная техника должна вкус очень мощно усилить вот проверим ну собственно говоря на этом процесс приготовления завершён остается подождать 25 минут и супчик будет готов автор советует либо вообще не приправлять этот суп либо добавить чуть-чуть черного перца но соль сами выбрать и в самом конце поэтому у меня перерыв а для тех кто не только смотрит эти ролики ночью и готовит по ним краткий этапы готовки и вот он супец во всей своей красе наваристый густой и перчика сюда красоте самое время снять пробу рассказать вам о своих впечатлениях так перчик надо перемешать нагрести сразу и яйца и грибы и картошечку если еще грибов побольше положить вкус насыщенный о это похлебка густая ароматная спиртном месте согревающий эффект мощнейший суши просто класс я в следующий раз не только сухие белые положу но и шампиньоны наверно буду обжаривать вот по своей стандартной методе до черноты будет вообще просто бомба друзья мои отдельная огромная благодарность автор рецепта я даже напишу там жжи огромную благодарность я вообще доволен как слон это классно для такой погоды просто песня у меня нет слов готовьте повторяйте этот рецепт вы будете довольны огромное спасибо вам за компанию спасибо за лайки за делайки за репосты отдельное спасибо спонсору саморе за спонсорскую поддержку всем пока